В Силамяйском училище состоялась городская олимпиада по русскому языку, в которой приняли участие как студенты нашего училища, так и учащийся школ города Силамяя. Силамяйское русское общество проводит уже восьмой год подряд олимпиаду по русскому языку. Это городская олимпиада. Она рассчитана на знатоков русского языка и основной школы, и гимназии, и училища. В этом году гимназисты пришли на олимпиаду в наше училище. Студенты училища соревновались с гимназистами в двух возрастных группах. Первый и второй курсы с 10-11 классами, третий курс с 12-классниками. Желающих было так много, что пришлось занять два учебных кабинета. И вот мы получили результаты, и они следующие. Первое место среди студентов профессионального училища заняла Горбушина Валерия, 38-я группа. Второе место заняли сразу трое. Абрамова Ксения, 35-я группа, Иванова Елизавета, 31-я группа, Меликов Роман, 11-я группа. Третье место тоже у двух студентов. Бутовец Алины, 32-я группа, Илабе Анны, 11-я группа. То есть у нас в училище шесть призовых мест в городской олимпиаде по русскому языку. Это значительно больше, чем у гимназистов. Я благодарю всех участников городской олимпиады, потому что для них это был опыт участия и подготовка к будущим олимпиадам. И поздравляю победителей с прекрасными результатами. Они были награждены грамотами и экскурсионной поездкой. Поздравляем всех победителей городской олимпиады. Всем участникам огромное спасибо. В Селомяйском училище состоялась олимпиада по математике среди учащихся второго курса. Олимпиада продолжалась полтора часа. За эти полтора часа ребятам было предложено 11 заданий. Задания были разного плана, как на вычисление, так и на смекалку и сообразительность. В результате упорной борьбы призовые места распределились следующим образом. Первое место было не признуждено никому, потому что в этом году написали ребята чуть слабее. Второе место получили три учащихся сразу за то. Бурыгин Александр с 28 группы, Лехман Жанна с 21 группы, Захаркина и Ксения тоже с 21 группы. Третье место также получили трое учащихся. Это Виноградов Евгений, 28 группа, Даниличев Андрей, 24 группа и Куюнжи Екатерина, 25 группа. В групповом зачете первое место также не присудили ни одной группе. Второе место заняла 21 группа и третье место, 28 группа. Победители Олимпиады получили почетные грамоты и призы. Остальные участники получили памятные ручки. В конце ноября группа студентов нашего училища посетила гражданский форум в Ихве, который был организован Силамяйским обществом защиты детей и их партнерами. 28 ноября в 10 утра начался гражданский форум Кодо-Нико-Форум 2014, который объединяет некоммерческий сектор добровольцев, волонтеров, руководителей, работников местных самоуправлений. 125 человек. Три части мероприятия. Это Агора, Медина, ярмарка. Потом приедет из Сталина концерт и состоится большой фейерверк. До проведения форума состоялось исследование, анкетирование, причем как в онлайн режиме, так и заполнение анкет. Потом состоялись 5 семинаров, на котором участвовало 154 человека. Они все в общины. И в настоящий момент, когда мы здесь приходим на выставку целевых учреждений, идет рабочая группа по этим направлениям. А это социальное предпринимательство, это филантропия или благотворительность, это формирование политики, это участие молодежи в международных отношениях. И сегодня в форуме тоже присутствуют наши гости из Латвии, Финляндии, России. Они где-то учатся у нас, как лучше организовать гражданское общество. Очень сильные дебаты, потому что, к сожалению, проблем в третьем секторе намного больше. Но я с радостью могу сказать, что министр Певкур, приветствую сегодняшний форум, так же, как Агула, сказал, что следующий год будет посвящен тому, чтобы дать тонус развития Итавирума на 53 миллиона евро больше. Поэтому для молодежи ПТУ, для молодежи гимназии, которая принимала участие в молодежном форуме в ТОИЛА, есть возможность применения своих идей, своих сил и реализации их. Параллельно с форумом проходила ярмарка свободных творческих объединений. Среди прочих на ней был клуб живой истории. У нас клуб исторической реконструкции и ролевой игры. Проще говоря, клуб живой истории. Мы изучаем историю и пытаемся проживать, проигрывать те исторические события, которые произошли в эпоху раннего средневековья. Мы занимаемся реконструкцией одежды, быта, предметов обиходов, все делаем своими руками. Но не просто это делаем для того, чтобы это как-то висело, а одеваем это все на себя и проигрываем в определенных ролевых играх на основе исторических каких-то событий. Желающие могли почувствовать себя викингами, примерив на себя часть снаряжения этих воинов, а также сразиться друг с другом в честном поединке. Среди учащихся нашего училища нашлись ценители искусства, которые вступили в дискуссию, обсуждая картины, представленные в коридорах Хихинского культурного центра. Артем Рассказов поделился своим мнением об этом форуме. В целом форум прошел хорошо. Очень много рассказывали о проектах на последующие года. Очень жалко, что мы, конечно, не задержались побольше. И я надеюсь, что в следующем году мы опять приедем на этот форум. В Селомяевском городском бассейне состоялись соревнования по плаванию, в котором приняли участие наши студенты. Рассказать немного об этом мероприятии согласился учащийся первого курса специальности повар Иван Мельков. Я участвовал в городских соревнованиях по плаванию. Какое место ты занял? Я занял первое место. Насколько сильными были твои соперники? Для меня это было легко, потому что я занимался плаванием. Как давно? Лет 8. Кристиан Оров, учащийся третьего курса кафедры инфотехнологии. Я участвовал в городских соревнованиях по плаванию. Участвовал первого за пуль. Насколько сильными были твои соперники? Ну, многие соперники занимались профессиональным плаванием. Первое место занял парень, который поплыл за 25 секунд, а это довольно хороший результат. Среди юношей в возрастной подгруппе 10-12 класс все призовые места заняли студенты нашего училища. Третье место Кристиан Оров, второе место Дмитрий Дырин и первое место Иван Мельков. Среди девушек в той же возрастной подгруппе золото досталось Елизавете Остяковой. В Селомяевском дворце спорта проходили соревнования по баскетболу между командами гимназии и Селомяевского училища. Рассказать об этом соревновании согласился капитан первой команды училища Айвар Арусо. От училища было представлено две команды. Команда первая, это 14-я группа, и вторая команда, второй, третий курс. Команды были сильные, но сильнейшей оказалась команда первая, 14-й группы, которая на первой игре победила со счетом 37-17. Вторая игра была напряженной, и команда СКК первая заняла первое место со счетом 39-17. Соперники были сильные, команда гимназистов, у них была очень сложная игра. Итоги соревнования таковы. Третье место заняла вторая команда училища, второе место заняла гимназия, и первое место заняла первая команда училища. Перед рождественскими праздниками все студенты, победившие в конкурсах, олимпиадах и соревнованиях, которые проходили в течение первого семестра, были поощрены поездкой в банный комплекс Тойла-Спа. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова